МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на канале ВКТ Время новостей, в студии Инга Габеши. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Свою продукцию без нацена кубанские фермеры представят и в горном кластере. В Красной Поляне откроют ярмарку привоз. Ряды юнармии пополнили 400 сочинцев, а в девятой школе появится застава. В крае стартовал военно-профилактический месячник. Мир на ощупь расширил свои границы. Социальный проект дал возможность шагнуть в неизвестность сочинцу Сергею Гриню. В Сочи проходит всероссийский турнир по ферлингу на колясках. Лучшие смогут представить нашу страну на мировом первенстве. Митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор отметил те заименины. Это день чествования святого покровителя, имя которого носит человек. Николай Кириченко, так в миру звали владыку, принял духовный сан полвека назад. С праздником духовного лидера Кубани поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Мы сегодня живем в мире, где ритм жизни очень активный. Активный и где-то мы уже сами путаемся во времени и в пространстве, в понимании, что является основным принципом жизни, основной ценностью. И чтобы все-таки не спутаться, не сбиться с пути истинного, тем более нашей Кубани, православной Кубани, нам нужна вот эта твердая опора. А всегда на Кубани твердой опорой была вера. Вот духовная опора, она необходима. А вы сегодня окремляете всю нашу Кубань. Вы являетесь тем отцом нашей духовной опоры. Благодарю вас за ваше внимание, за ваше доброе пожелание. И от Сидорша хочется вам взаимно тоже пожелать в новом наступившем году уже лет и благости Божией, здоровья, мира, добра. Почти 40 лет митрополит Исидор является главным духовным лицом Кубани. Сочи может значительно упростить въезд для иностранцев. Правительство рассмотрит необычную инициативу для привлечения в Сочи туристов из-за рубежа. Речь идет о предоставлении иностранцам электронных виз, сообщает портал Югополис. Порядок въезда в город-курорт Сочи планируется установить такой же, как для свободного порта Владивосток. 19 января комитет Госдумы одобрил проект закона об упрощенном визовом режиме в порту Владивосток. Чтобы получить туда визу, достаточно будет подать заявление в форме электронного документа. Причем иностранцы, оформившие электронную визу, смогут перемещаться по всей территории Приморья. Соответствующим ведомствам уже поручено подготовить предложение и по внедрению электронной визы на территории Сочи. Правда, электронными смогут быть визы только туристические, однократные деловые и гуманитарные сроком действия до 30 дней. Сочинцы все чаще закупают продукты на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня. Места, куда съезжаются фермеры Кубани, набирают популярность. Причины тому натуральные продукты по максимально низким ценам. Стоимость того же мяса отличается от магазина и на 20%. Несколько сортов садовых яблок, овощей, подсолнечное масло собственного производства. Все это сезонные продукты фермеров Иванниковых. В Курганинске у них свои сады. Сами выращивают, обрабатывают и продают. Выставлять продукцию едут исключительно в Сочи. Во-первых, это выгодный рынок сбыта. Во-вторых, покупатели здесь ждут кубанских фермеров. У нас теплицы стоят, сад есть свой. Поэтому то, что вырастили, сразу привезли. У нас, конечно, дешевле. У нас это дешевле, и у нас качественный товар. Всегда свежий. Ароматные яблоки, зелень, мед, живая рыба или мясо – продукты на любой вкус. Жители поселка Дагамы с каждой выходной спешат на сельскохозяйственную ярмарку. Многие закупаются сразу на неделю. Говорят, такие продукты в магазине не купишь. Ярмарка только открывается, и сразу сюда. Как бы здесь на неделю отоварился. И всю неделю живем чисто ярмарочным товаром. И дешевле, и вкуснее. Главным достоинством ярмарки покупателей называются отношения цены и качества. За этими показателями следят не только жители. На то есть народный контроль. Представители общественности еженедельно мониторят фермерские товары, выявляя факты необоснованного завышения цен. У нас потолок должен быть. И все. Ниже, пожалуйста, выше не можете ставить. И все. В ярмарке в Дагамысе ровно год. Тем не менее, расти и развиваться есть куда. Пример для подражания. Сельскохозяйственная ярмарка на Мацесте. Здесь пятница по воскресенье. Реализуют свой товар около 80 фермеров и предпринимателей со всего края. Цены привлекательные. За покупками приезжают сочинцы со всего города. Мало того, что мы стоим, мы стараемся, чтобы они были выгодны и интересны нашим жителям. Но и лицо города здесь. Поэтому мы следим, чтобы у них были и санитарные книжки, и внешний вид, и отношения к людей, улыбки. То есть вот это тоже в наших интересах, потому что мы любим свой город. Всегда свежие продукты, натуральные, а главное, действительно доступные цены. Местами разница с магазинами достигает 20%. По поручению главы были созданы наши муниципальные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, которые работают в субботу и воскресенье. Благодаря тому, что на ярмарки едут в основном товаропроизводители, которые сами выращивают свою продукцию, исключается цепочка посредников. То есть продукция продается без нацены. Всего на территории Сочи функционируют пять ярмарок выходного дня. В Лазаревском, Лаоу, микрорайоне КСМ, Дагомысе и Мацесте еще одну сельскохозяйственную ярмарку планируют уже в этом году открыть в Красной Поляне. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Продолжаем. О воинском подвиге, доблести, чести сегодня говорили в рамках открытия месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. В школах города стартовал целый ряд мероприятий, которые будут проходить до 23 февраля. Подробнее Рината Шипулина. Научить детей быть достойными гражданами своей страны через связь с поколением, через рассказ о героях, которые защищали Родину. Одна из основных задач, проводимой вот уже десятый год подряд, патриотической работы в городе. Одно из первых мероприятий под девизом «Святое дело Родине служить» прошло в гимназии номер 9. Не случайно выбрана наша школа, потому что мы все знаем в городе, что наша гимназия является памятником архитектуры истории, потому что в 42-м году в здании нашей школы располагался штаб 20-й горно-стрелковой дивизии. И когда каждый гусь проходит по нашей школе, то он видит всю историю, которая расположена на стенах нашей школы. История военных лет – подвиги тех, кто отдавал жизнь за мир и благополучие нынешних поколений в работах, подготовленных учениками школ города, воспитанниками патриотических клубов. Я считаю, что эта тема очень важна. Это же наша военная тема. Это надо помнить, это надо передавать детям. От каждого поколения переходит другое поколение. Это наша память, это наша страна победила. Очень широкое мероприятие, очень интересное, направлено на то, чтобы мы все вместе с детьми передавали детям нашу историю, хранили ее, потому что ничего важнее сегодня для нас нет. Как сохранить нашу объективную, реальную историю, передать ее детям, чтобы они стали патриотами, любили свою родину, свою страну, свой город, своих родителей, уважали друг друга. О величии и доблести героев военных лет школьникам рассказывают люди, прошедшие испытания и лишения. О военной истории России – ветераны боевых действий. Примечательно, что на базе гимназии возрождается учебная застава имени Николая Островского. А результатом работы пограничников со школьниками сегодня стала церемония посвящения учеников пятого класса в юные друзья пограничников. И очень примечательно, что в вашей школе сегодня, в этот знаменательный день, появляются первые дети, которые будут находиться с зеленым галстуком. Ношение зеленого галстука – это частичка ношения знамени пограничных войск Российской Федерации. О важности изучения истории нашей страны, патриотическом долге и стремлении быть защитниками Отечества говорили сегодня и в гимназии номер 8. Речь шла и о развитии в Сочи юноармейского движения. Сегодня порядка 400 подростков уже приняты в ряды юноармии. Мы в Сочи особое внимание этому уделяем, потому что действительно, все, что связано с военно-патриотической работой, это очень современно, это очень актуально, это то, что очень нужно сегодня обществу, нужно самим детям. В течение месяца сотни мероприятий, направленных на патриотическое воспитание юных сочинцев, пройдут в городе. Это и соревнования, и конкурсы военной песни, в том числе и будет объявлена подготовка к проведению акций 9 мая. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Итак, напомню, что мероприятия в рамках месячника прошли во всех школах курорта. Например, в 10-е сегодня пришли сотрудники сочинского линейного управления МВД на транспорте. Транспортные полицейские – частые гости в сочинских образовательных учреждениях. На этот раз они пришли в 10-ю школу. Желающих присоединиться к такому необычному уроку оказалось немало. Сначала специалисты по воспитательной работе сочинского линейного управления МВД на транспорте попытались обучить ребят навыкам сборки и разборки табельного оружия. Или просто разрешили подержать его в руках. Кроме того, полицейские показали, как правильно и быстро можно воспользоваться средствами химзащиты. Ну а после ребята отправились в спортивный зал. Там работники транспортной полиции показали школьникам приемы самообороны. Такие могут быть полезны не только мальчикам, но и девочкам. Вообще, такие занятия в 10-й школе проходят достаточно часто. Ведь в казачьей школе патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание. Мальчишки в особенности. Но в последнее время и девочки интересны. Вы видите, что девочки поступают у нас уже везде в кадетские корпуса и в военные училища. То есть это ажиотаж большой идет. Поэтому я думаю, чем больше наших учений и учеников будет защищать родину, любить родину, это будет хорошо. Наша цель – это заинтересовать детей после окончания школы, поступать в институты МВД и помогать сотрудникам полиции, оказывать помощь в противодействии преступности. Такие занятия дают реальные результаты. Так, на одной из последних встреч со студентами три человека обратились в отдел кадров транспортной полиции с желанием пополнить ряды этой структуры. Ну а в прошлом году после такой же встречи четыре школьника поступили в Белгородский институт МВД. К другим новостям. Забрались на шуточный Олимп. Сразу пять кубанских команд вышли в главные телевизионные лиги КВН. Такого не было за всю историю существования игр. Смеяться над выступлениями наших земляков сможет вся страна на Первом канале. С победой команды поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. А вот и полные итоги фестиваля КВН. В высшей лиге в 2017-м будут шутить брюховецкая команда «Нати» и русская дорога из Армавира. В премьер-лиге три краснодарские команды. Летняя сборная, команда Куб ГУ и Топ Секрет. В первой лиге подозрительные лица из Белореченска. Ну а в Международную лигу КВН в этом сезоне прошла сборная Куб ГАО. Поздравляю, ребят! «Мир на ощупь» расширил свои границы. Социальный проект при поддержке Всероссийского общества слепых дал возможность шагнуть в неизвестность сущенцу Сергею Гриню. Он работает экскурсоводом «Мира на ощупь» интерактивного пространства в абсолютной темноте, где экскурсии для посетителей ведут незрячие гиды. Гости попадают в тактильный музей, жилую комнату, рынок, кафе. Им предлагается прожить обычный день из жизни человека с нарушениями зрения и понять, с какими трудностями ему приходится сталкиваться ежедневно. Прыжок Сергея Гриня приурочили к открытию проекта в Красной Поляне. Как рассказывает сам гид, в музее он открывает для гостей тактильное измерение. Прыжок в никуда позволил Сергею открыть новый мир внутри себя. В эти дни в Сочи проходит пробный всероссийский турнир по керлингу. На колясках площадкой для проведения соревнования стал стадион «Ледяной куб». Гранитными камнями сыграют пять команд, а лучшие игроки смогут представить нашу страну на мировом турнире. Слово Татьяне Говорковой. «Ледяной куб» собрал на своей площадке сильнейших керлингистов России. На нескольких дорожках проходит тренировка участников предстоящего Кубка России по дабл-миксу. По соседству участники первого всероссийского турнира на колясках. Здесь все как в классическом керлинге. Те же правила игры, только все проходит тихо. А нет свиперов, что натирают лед перед камнем, пока он скользит до дома. Поэтому силу броска от Хога нужно рассчитать правильно. Набрать наибольшее количество очков на этом турнире стремится каждый. Ведь по итогам тренеры выберут сильнейших игроков, которые выступят на чемпионате мира. Он пройдет с 4 по 11 марта в Корее. «Пробный турнир первый. Пять команд у нас приехало, заявилось. И поэтому, ну это мало, конечно, было больше желающих. Я надеюсь, будет он постоянно. И команды будут увеличиваться. Команды представляют, это две сборных у нас команды. Первая команда, которая принимала здесь участие на Паралимпиаде. Вторая команда, скажем так, молодежь, которая резервная команда. Также присутствует местная команда Краснодарского края, команда Москвы и команда Московской области». По словам тренера, команда Краснодарского края уже заметно подросла. За три года игроки стали опытнее, владели техникой и уже смело составляют конкуренцию. Но кому из игроков удастся проявить себя, достойно сыграть на этом турнире и в итоге получить шанс представить Россию на чемпионате мира, пока неизвестно. Но в основной костяк войдут игроки двух основных команд страны. Боевой настрой у так называемых «резервников». Константин Курохтин в этом спорте уже 7 лет и знает, насколько важны командные отношения и настрой в игре. Поэтому считает, что этот турнир определит сильнейших и здесь нет соперников. «Ребята все знакомые. Плюс когда чемпионат России мы играем друг против друга. Здесь у нас два состава сборной России, мы играем вместе, рядом. Получается, поэтому цель выиграть-то она есть, но все это проходит в более такой веселой обстановке. Общаемся на площадке. Ну, соперничества такого нету, чтобы вот надо вот прям срочно-срочно обыграть эту команду». По итогам этого турнира также определяют и спортсменов на участие в чемпионате России. Не исключено, что страну смогут представлять и игроки команды Краснодарского края. Ну, а пока на этих дорожках наши кирлингисты продолжают сражаться за выход в финал. Итоговая игра состоится 24 января. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Встреча со спортивными кумирами. Спортсмены сборной команды России по боксу, которые сейчас находятся на сборах в нашем городе, провели для юных случинцев открытую тренировку. Мы понаблюдали, чему ребят научили мастера спорта. В открывшейся в прошлом году на Мамайке боксерской школе 50 воспитанников. Это специализированное детско-юношеское спортивное учреждение Олимпийского резерва. С ребятами занимаются заслуженные тренеры России Николай Подрезов и Арчил Милосян. Стабильные занятия позволяют юным спортсменам участвовать в финальных боях, открытых первенствах города, турнирах, а затем уже выходить на более высокий уровень. Федерация бокса города Сочи на краевом уровне, могу сказать так, что она занимает лидирующие позиции. Лидирующие позиции в части касательно наших результатов, которые дают наши бойцы. Закрываем зал в 9 часов и закрываем в 9 часов, поэтому может любой прийти и заниматься. Желательно, конечно, с детского возраста. У нас прием идет с 10 лет. И каждого мы видим чемпионом. Для этого и пригласили в сборную команду по боксу. А для ребят действительно важно было не просто увидеть своих кумиров, а показать олимпийским чемпионам свои первые результаты. Это ответственно и волнительно. Но юные боксеры старались изо всех сил, это было заметно. Внимательно затем слушали, что им советуют старшие спортсмены. Женя был юниором на крае первым. Одаренный, необычный, необыкновенный турнир. Она при помощи был, да? Да. Я говорю, Женя, давай, надо. Таланты есть. Все, есть надо. Немножко двигаться. Я поставил себе цель попасть на игры в Рио, чего я добился, и успешно там выступить. Поэтому сам я начинал с Таницы Каневской здесь, в Краснодарском крае, заниматься боксом. И долгое время у меня не получалось. Все пришло со временем. Я выхожу на ринг, чтобы побеждать, признается чемпион. Ему, победителю чемпионатов мира и Европы по боксу, хорошо известно то чувство, когда желание выигрывать выше всего. А тренируется спортсмен чаще в Сочи в составе сборной России. В Сочи благоприятный климат, хорошая обстановка, хорошая погода. Мы здесь очень часто проводим тренировочные сборы, особенно в данный момент, когда по всей России минусовая температура. Здесь нам комфортно тренироваться и готовиться к новым успехам, к новым вершинам. Сейчас спортсмены готовятся к международному турниру, который в ближайшее время пройдет в Болгарской Софии. Фото на память обязательно. Ну и, конечно же, автограф чемпиона. Его получил каждый воспитанник школы бокса. Это фотография чемпиона мира, олимпийского чемпиона. Он дал автограф мне, счастье, успех в спорте и автограф. Спортсмены, которые добились самых высоких результатов, пришли в этот зал и перед нашими ребятами совершенно спокойно пристали. И каждый ребенок может пообщаться с этим человеком, уже дает огромную мотивацию каждому здесь присутствующему ребенку, для того, чтобы он стал как минимум равняться на этого спортсмена. И именно такими встречами мы ожидаем от наших сочинских ребят, что они не только городские соревнования, но и соревнования самого высокого международного класса будут выигрывать. Школа бокса на Мамайке была открыта два месяца назад и вот уже отмечена такого рода встречи с именитыми спортсменами. Как заверили нас в городском департаменте спорта, у юных сочинцев и в дальнейшем будет возможность пообщаться с теми спортсменами, которые приезжают в Сочи на тренировки. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе» расширяет свои границы. Плавать раньше, чем ходить, юные сочинцы теперь учатся не только в филиале на улице Чайковского, но и на Виноградной в новом центре детского плавания. Чем же полезно раннее плавание, узнала Ольга Десятого. Если хочешь быть здоров, закаляйся. А следуя этому девизу, маленькую Вику к водным процедурам мама стала приобщать с первого месяца жизни. Сегодня в год и девять малышка умеет нырять и самостоятельно плавать. Кроме того, колики и плохой сон Вику обошли стороной. Мышцы, как настоящая спортсменка, только маленькая. Ну, естественно, здоровье, очень редко болеем. Такое отношение к детям, такая любовь к детям, я такого нигде не видела. Они относятся к ним как к своим. У меня Вика, моего инструктора, слушается лучше, чем меня, серьезно. Ребенок мой счастливый, я тоже. Плавающие дети чаще улыбаются и растут более энергичными по сравнению с их сухопутными сверстниками, утверждают специалисты центра «Растем вместе». И действительно, плавание с раннего возраста – один из самых простых способов сделать ребенка здоровым и физически развитым. Все дело в дыхательной системе и правильном кровоснабжении. В целом же занятия могут носить как общеукрепляющий, так и терапевтический характер. Плавание рекомендуется при гипер- или гипотонусе мышц, при диагнозе кривошея, рахит, недоношенность и даже при железодефицитной анемии и легких формах недоразвития опорно-двигательного аппарата. Кстати, учат здесь и спортивным стилем плавания. Воспитанники спортивно-оздоровительного центра «Растем вместе» свободно плавают кролем, брасом, на спине, а в помощь малышам – специальные снаряды. К примеру, благодаря упражнениям на таких вот кольцах у юных пловцов прорабатывается верхний плечевой пояс. Когда она поднимает ножки, работает кролем, ну, во-первых, мы отрабатываем технику, да, вот и ног кролем, во-вторых, у нас очень активно крепляются мышцы брюшного пресса. О-о-о, поймали! Выходят малыши из бассейна с зарядом энергии, которого с лихвой хватает до следующей встречи с тренером. И самое важное наше занятие, что дают ребенку, помимо позитива, положительных эмоций, что, безусловно, очень важно, ваш ребенок никогда не будет бояться воды. Гармоничному развитию малышей вместе с плаванием способствуют и банные процедуры. Опарятся пловцы веником из листьев эвкалипта. А это, как известно, лучшее средство при различных респираторных заболеваниях. Адрес нового бассейна «Растем вместе» улица Виноградная, 20. Телефон 8-988-503-2121. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Хорошие новости от торгового дома «Людмила Плюс». В магазине можно приобрести плитку для ванных комнат и кухонь из новой коллекции. А еще в ближайшие дни в «Людмиле Плюс» действует скидка 20% на целый ряд товаров, включая ванны и душевые кабины. Все подробности в нашем следующем сюжете. В Новый год с новой коллекцией плитки. Торговый дом «Людмила Плюс» по традиции радует своих клиентов свежими образцами самого долговечного, удобного и простого в уходе материала для отделки помещений. Торговый дом «Людмила Плюс» не нарушает своих традиций. В наступившем году мы готовы предложить вам новые коллекции плитки. Разнообразные по цвету, по фактуре, по цене. Просто сказка, а не плитка. Приходите, мы обязательно вам предложим то, что вам подойдет. В торговом доме «Людмила Плюс» керамическая плитка на любой вкус и кошелек. Цены приятно удивят. Здесь можно найти плитку разного цвета, размера, фактуры. Она подойдет как для отделки ванных комнат, так и кухонь. Ну а бордюры и декор можно купить по очень низкой цене – от 10 рублей. Целая линейка товара есть в наличии. На большой ассортимент действует скидка 5%, и она сохранится в ближайшие несколько дней. Скидка, но еще более выгодная, распространяется и на ванные, и душевые кабины. Буквально последние три дня грандиозная скидка на сантехнику. Ванны, душевые кабины – скидка 20%. Приходите. Ванную в «Людмиле Плюс» можно подобрать под любой размер помещения. Выбор очень большой. Душевые тоже в широком ассортименте. Здесь можно выбрать кабину в темных или светлых тонах с разным набором функций. Вот в этой, например, можно совместить водные процедуры с прослушиванием любимой музыки. А вообще в торговом доме «Людмила Плюс» можно найти все для дома. Купить одежду, мебель, двери, заказать натяжные потолки, приобрести кофемашину и установить Триколор ТВ. Ну а покупателям советуют сохранять чеки. Всех клиентов магазина «Людмила Плюс», расположенного по адресу «Данская 3-3» ждет розыгрыш призов. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...